Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергея Уланов. В Уральске сегодня презентовали новый логотип Западно-Казахстанской области. Напомним, что конкурс на его создание был объявлен еще год назад. Участие в нем приняли как профессиональные художники, так и обычные школьники. Все подробности в сюжете. На конкурсе было представлено 59 работ. Эскизы отбирались долго и тщательно. В итоге в финал вышли 7 человек. При дальнейшем отборе их осталось всего двое. Победу в конкурсе одержал художник Нуртай Джардемов. Автор признается, что работа была сложной, особенно в психологическом плане. На подготовку и создание логотипа ушел целый год. Автору пришлось целыми днями просиживать в интернете, общаться с историками, чтобы воплотить в реальность задуманное. Был создан хороший герб, который говорит о нашей области полноценно. Ярко подчеркиваю все его достоинства, привилегии. Это высший показатель. Где бы наша область не была в делегации, это же является основным символом. И основные успехи и достижения нашей области я постарался впечатлить в этом гербе. В центре нового логотипа области автор предпочел разместить шанырак. По краям дамбра и нефтегазовая карачаганакская вышка. Четыре цвета символизируют темперамент людей и времена года. Состоялось два рабочих совещания, в результате которого депутат областного Маслихата, который представляет интересы всех своих избирателей области, выбрали эскиз, сделали свои рекомендации к этим эскизам. И на последнем, в начале 2015 года, тот эскиз, тот проект, который был выдвинут местным художником Нуртай Жайдем, был принят за основу. Логотип будет размещаться на всех мероприятиях, которые имеют непосредственное отношение к Западно-Казахстанской области, а также в приграничных областях России и на международных форумах. Олег Великий, Алтамбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске участились случаи телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Западно-Казахстанской области. Только в первых числах марта зарегистрировано семь заявлений от потерпевших. Как говорят жертвы, мошенники звонили на домашние телефоны, представляясь сотрудниками полиции. При этом они сообщали, что их сыновья, внуки или мужья попали в дорожно-транспортное происшествие, либо задержаны за наркотики. И для того, чтобы им помочь, нужна определенная сумма денег. Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание на то, что практически всегда причиной обмана становятся беспечность и чрезмерная доверчивость граждан, и просят быть более осторожными. Как правило, они звонили, вот, мошенники звонили людям преклонного возраста, поэтому хочется обратиться к жителям области и города о том, чтобы прежде чем передавать деньги мошенникам, нужно созвониться с родственником, который якобы попал в беду. И если же он находится вне зоны действия, то тогда нужно созвониться с другими родственниками и рассказать о том, что позвонили незнакомые люди, и как бы не оставаться наедине, на один со своей бедой. Прокуратурой Тескалинского района выявлен факт о филированности заказчика с подрядчиком. Как сообщает прокуратура Западно-Казахстанской области, в августе прошлого года среднеобразовательная школа имени Ибраил Тенцайрина в лице директора Ахметова Хафиза заключила договор о госзакупках по доставке школьной формы на сумму свыше 260 тысяч тенге. Как выяснилось в ходе проверки, заказчик Ахметов Хафиз и поставщик Ахметов Жангильды являются родными братьями. Данный факт является нарушением законодательства и создает условия для коррупции. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора, директор школы Ахметов за совершение права нарушения, создающего условия для коррупции, предусмотренного под пунктом 12 части 1 статьи 12 законной республики Казахстан о борьбе с коррупцией, привлеченной государственной ответственностью в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. В прошлом году в Уральске было благоустроено 22 двора, но жильцы некоторых из них остались недовольны. В октябре прошлого года наша съемочная группа побывала во дворе номер 177, расположенного по проспекту Евразия, в котором и проходил подобный ремонт. Тогда жильцы этого дома жаловались на высоченные бордюры и тропинки, а также на бассейны, которые получились между подъездами. Что изменилось спустя пять месяцев, расскажут наши корреспонденты. Работы по укладке асфальта во дворе дома номер 177 по проспекту Евразия завершились пять месяцев назад, в октябре прошлого года. Асфальтом вроде все, что предполагалось по плану, застелили, тропинку вдоль дома проложили, а жильцы все равно остались недовольны. Я 50 лет здесь живу, 50 лет, но такого дурдома не видел. Ну мы делаем все по проекту. Дело в том, что большинство жильцов дома, пенсионеры и старикам прыгать через высоченные бордюры очень уж тяжело. Помимо этого, из-за высоко поднятых дорожек между подъездами получили своеобразные бассейны. И жильцы боялись, что после дождей вода в них будет скапливаться и течь в подвал. Очень неудобно. Ни одного двора в Гурасике такого дома нет, чтобы вот так вот тут было. Ни одного. Укатан асфальт во дворе, ровненько все. Зачем эти вот бордюры нам сделали? Еще один вопрос, который беспокоил жильцов подъездные пути. Видимо, планом благоустройства двора не было предусмотрено, что жильцам может понадобиться скорая помощь или, не дай бог, конечно, пожарная служба. Но побеседовав с жильцами, подрядчики пообещали все исправить. Все пожелания жильцов мы обязательно учтем. Если они переживают, что дождевая вода будет попадать в подвал, то мы сделаем отмостки. Сейчас мы находимся уже на завершающей стадии, так что можно сказать, что все работы мы сделали в срок. И вот спустя пять месяцев первые результаты прошедшего ремонта. В подъезде лужи, из него невозможно выйти без досок, ну а вокруг гололед. Вот. Вычерпывали воду лопатами, ведрами выносили. А что делать, не знаю. Я говорю, сюда надо пригласить этого проектировщика, который вот это все. Забыли, наверное, что у нас есть весна и зима. Где она у нас денется, эта вода? А сейчас вот что будет у нас? У нас затопит, полный подвал будет. А вот еще одно детище прошедшего ремонта. Детская площадка, которая расположена в центре двора. Только вот установили ее зимой и прямо в центре, в низине, куда и будет сбегать вся талая вода. Сейчас жильцы и сами не рады тому, что их пророчества сбылись. Подъезды и подвал дома топит талая вода. Это при том, что плюсовая температура продержалась всего пару дней. Что им еще предстоит пережить, люди и думать боятся. А вот подрядчики уверяют, что все работы были выполнены в соответствии с планом. А согласно ему, и детская площадка должна остаться сухой, и сами подъезды, по крайней мере, должны были. И если бы жильцы дома сами немного позаботились о грядущей весне, то есть разгребли сугробы вокруг дома, то такой ситуации не возникло бы. Ситуация сейчас в данный момент какая. Жильцы с этих площадок снег не убирали зимой. Меня в ЖКХ вызывали. Грижан Нурлановичем мы разговаривали. Он попросил меня немножечко помочь лед разбить, чтобы вода могла уходить в окошки эти водоосливные каналы. Вот. Сейчас с обеда в два часа я людей поставлю, они будут лед убирать. Антон Киселев, Монарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК-42. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова